здравствуйте дорогие друзья на примере сегодняшнего видео мы проясним каким образом работают духовные миры как происходит воплощение желаний наших стремлений как исполняются желания что для этого нужно сделать и в каком направлении прилагать скажем так духовное усилие встретился я в видении или же в духовном мире с своим малышом с младшим сыном встреча была весьма необычная и я могу даже сказать что малыш он как бы некоторой степени подсказал в духовном мире относительно того каким образом работают те или иные законы мироздания что очень важно я уже говорил что во время того как моя супруга находилась в положении она занималась все время йога естественно читала мантры ну и малыши которые родились они скажем так необычные дети весьма интересные хотя внешне они выглядят как обычные дети ничего необычного где-то даже между собой конфликтуют ссорятся набивают себе синяки ну и так далее но не без этого но в то же самое время в духовном мире они выглядят как полноценное духовное существо очень необычные у них астральные тела ну и одна из причин согласно которой я не демонстрирую не показываю своих детей не показываю фотографии своей супруги это связано с тем что в большинстве случаев люди которые сталкиваются допустим с родственниками но или же заходят на канал к примеру либо просматривают фотографии в аккаунте ну естественно приходят не всегда с чистыми побуждениями и когда человек смотрит на фотографию естественным образом астральное тело соприкасается с астральным телом того человека на которого мы вместе с вами смотрим то есть даже если мы находимся где-то в контакте или в фейсбуке и при этом рассматриваем фотографии какого-то человека при этом у нас происходит контакт контакт на уровне тонкого тела и точно таким же образом по сути работают экстрасенсы необходим некий объект для того чтобы на него настроиться так вот тело физическое тело которое выглядит или видится на фотографии она является вот таким вот объектом на который можно настроиться на настраиваются экстрасенсы как собственно и другие люди они настраиваются исключительно на тонкое тело потому что в тонком теле находятся и эмоции и находится грубый поверхностный ум и так далее так далее так далее так вот когда мы рассматриваем фотографии естественно не все люди приходят с благими побуждениями и каждая мысль каждая эмоция каждое впечатление которое мы внутри себя испытываем и условно говоря направляем в направлении объекта того которого мы изучаем на фотографии все эти мысли и эмоции они достигают данного человека и когда есть фотография и когда каждый день кто-то заходит и на вас смотрит естественно все эти эмоции достигают вас вашей души вашей судьбы и так далее но естественно чтобы обезопасить свою семью своих малышей свою супругу я не выкладываю свои фотографии это одна из причин то есть я не хочу подвергать лишней опасности они по сути и так находятся в определенной степени под непрерывным каким-то контролем со стороны часто не очень хороших людей и так далее поэтому чтобы беречь свою семью я естественно подобные фотографии не выкладываем но периодически так или иначе я рассказываю те или иные видения в которых я делюсь переживаниями которые происходят в кругу семьи каким-то образом какие-то контакты происходят в мире сновидений либо в астральном мире в состоянии медитации и так далее эти видения эти переживания не так же дают понимание того в каком состоянии находится душа ребенка и на самом деле я уверен каждый из нас понимает что состояние ребенка она очень важно в качестве понимания для самого родителя потому что родитель наблюдая за ребенком может понять в каком состоянии окажется ребенок когда вырастет и естественно здесь играют роль не только не только воспитание не только социальные какие-то условия но еще играет в большей степени роль тот мир из которого приходит душа то есть душа перед воплощением на земле она приходит непосредственно из какого-то мира но при этом душа приходит именно та которая соответствует определенному состоянию соития родителей то есть когда родители находясь состоянии совокупления пытаются зачать ребенка естественно душа именно привлекается та которая в полной мере соответствует их внутреннему состоянию то есть если они пили значит придет душа алкоголика если они каким-то образом вели разгульный образ жизни такая душа и придет если они глупо себя вели глупый ребенок глупая душа родиться дети в детстве выглядят все очень красиво и очень благостно но когда они вырастают они проявляют свои качества и вот эти качества они дороже чем внешность маленького ребенка к чему я это говорю мы должны объективно оценивать состояние души ребенка в первую очередь и естественно когда ребенок вырастает если он не дай бог ведет себя дурно родители получают также воздаяние то есть когда когда ребенок каким-то образом дебоширит глупо себя ведет часть кармы который зарабатывает ребенок получают на себя родителей поскольку родители являются виновниками тех или иных событий которые происходят в материальном мире в то же самое время если ребенок ведет духовный образ жизни родители также получают благословение ну к примеру ребёнок вырос и съездил дивеевская обитель поклонился святым мощам святых блаженных которые были в дивеевской обители поклонился моща серафима соровского поклонился чудотворным иконом естественно часть благословения которое получил ребёнок, оно перенесётся на родителей. И родители в силу благочестивых деяний своего ребёнка также получат благословение. Но если ребёнок, не дай Бог, пьёт всю жизнь, валяет дурака, то родители также будут нести карму своего сына на себе. Нужно учитывать не только благие качества, но и негативные качества. Поэтому традиции индуизма считаются, к примеру, что когда у мужчины или же в семье рождается праведный ребёнок, хороший сын, благочестивый сын, то это является очень благим предзнаменованием в силу того, что родители или же душа родителей будет спокойна в этом плане. То есть она будет знать, что она даже в своём ребёнке получит освобождение или же даже просветление. Точно так же этот принцип работает и в обратную сторону. И по сути на самом деле сейчас эта тема поднимается крайне редко, и люди очень как-то небрежно относятся к культуре семьи, к воспитанию детей, к воспитанию вообще детей наших, правильно? То есть не только в семье, но и вообще в школах, в детских садах. То есть каким-то образом происходит, условно говоря, деградация восприятия развития ребёнка. То есть мы очень поверхностно относимся к детям, утрачивая бдительность, какую-то контроль над их судьбой, над их развитием. И естественно, когда они вырастают, мы уже чего-то пытаемся ждать, и ждать-то нечего, потому что мы и сил каких-то не прилагаем. Некоторое время назад я был знаком с семьёй, в которой и мать, и отец называли сына. Представьте себе ребёнку, там 9-10 лет, ну или 7-8 лет. Они его называли лисом. То есть не Вася, не Петя, не Коля, а лис. То есть животное, то есть лисёнок. Понимаете? Ничего хорошего в этом нет. То есть другими словами, родители своими собственными словами, своей собственной речью налагали энергию мира животных на судьбу этого ребёнка. Да, конечно же понятно, что душа эта пришла не из самых высших миров, и естественным образом его называют не спроста. По сути, то, что его называют родители именно лисом, это указывает на его внутреннее лицемерие, ханжество и какую-то внутреннюю глупость и невежество. И душа, по сути, пришла, по всей видимости, из мира животных. Но, тем не менее, я считаю, что родители не вправе относиться таким образом к своим детям. То есть подобные люди, они на самом деле находятся в таком глубочайшем состоянии невежества. То есть я даже не буду перечислять те недостатки, которые я наблюдал у этой семьи. И то, что мать очень некультурная, и у неё там в доме очень грязно, и отец, по сути, алкаш. И ведут, и живут они как бы не очень хорошо. Хотя, естественно, на людях они преподносят себя как очень хорошую гармоничную семью. Но друзья-то их знают, что там на самом деле происходит. И горы бутылок в мешках, в доме и так далее. Естественно, в подобной семье и ребёнок будет таким же. Он таким же и вырастет. Хотя, на самом деле, мать и отец во время того, как ребёнок растёт, они могут прилагать очень большое усилие и очень быстро менять судьбу в лучшую сторону. То есть даже если пришла душа из мира животных, это ещё ни о чём не говорит, можно всё исправить. Вопрос, если вы не упустили это время, то ещё можно исправить. Но очень часто я также наблюдал за развитием тех или иных судеб в своей жизни. И я наблюдал, что уже, к примеру, к 7-8 годам родители полностью теряют контроль над развитием своих детей. И, собственно, ребёнок растёт уже независимо от воли своих родителей, набираясь негативных качеств на улице, у друзей, в интернете, в каких-то глупых роликах и так далее. Здесь точно такой же пример. То есть, друзья, нужно переоценить отношение к нашим детям, нужно переоценить отношение к своей деятельности, к своим усилиям в отношении развития наших детей. Я понимаю, что вполне возможно, либо мать, либо отец могут не успевать в силу работы уделять внимание детям. Но внимание должно быть хотя бы с одной стороны, то есть со стороны матери, либо со стороны отца. Ребёнка нельзя оставлять вот так вот, только школе доверять, нельзя доверять его только детскому саду. Должна быть любовь. Ребёнок, когда растёт в саду или в школе, он растёт совершенно одиноким. И там нет, по сути, друзей, там есть только лишь люди, которые в какой-то период времени проявляются в нашей жизни. В четвёртом, пятом классе будут другие люди, в институте будут третьи люди, и всегда происходит вот такая вот замена. Нет постоянства. И ребёнку нужна какая-то опора, какая-то сила внутренняя, ему нужны родители. Но это я уже немножко отвёкся. Итак, само видение, сидя в медитации, при этом я выразил намерение. Ещё раз хотелось бы подчеркнуть, что перед тем, как мы садимся в медитацию, если нам необходимо получить какую-то информацию, нужно выражать намерение. То есть мы не должны садиться в медитацию в состоянии прострации, мы должны чётко определить для себя, что мы хотим получить, что мы хотим узнать, к чему мы стремимся, ради чего мы развиваемся. Если не будет этого намерения, будет состояние прострации, то есть состояние некоего неорганизованного состояния, состояние неопределённости, что ли. Естественно, выразив подобное намерение, я сел в медитацию, спустя какое-то время я утратил ощущение физического тела. Кстати, недавно спрашивали, каким образом я выхожу в состояние астрального мира, каким образом получаю ответы на свои вопросы. Ну, во-первых, я этой теме посвящаю очень много внимания, уделяю много внимания. И если вы действительно смотрите внимательно ролики, вы каждый раз будете встречаться с объяснением того, каким образом я вхожу в состояние медитации. То есть я принимаю позы йоги, я начинаю начитывать мантру, которую я получил от своей учительницы. Спустя какое-то время утрачивается ощущение тела, утрачивается ощущение дыхания и сердцебиения, и человек уже находится в астральном мире. Каждый раз это будет по-разному, но в целом принцип один и тот же. Это один момент. Ну и на самом деле, друзья, старайтесь не лениться, просто просматривайте ролики, ответов очень много. И по сути, сейчас, вот уже, наверное, год, большинство вопросов, которые мне задают, они уже повторяются и по второму, и по третьему, и по десятому, и по пятидесятому разу. Не ленитесь, просматривайте. Вас много, я один, я не смогу всем отвечать. Естественно, я не отвечаю. Если я вижу, что вопрос повторный в переписке задаётся, я просто не отвечаю. Я понимаю, что человек силу лени не хочет порыться на канале, найти ответ на тот вопрос, который ему интересен. Друзья, так не пойдёт. Ну и оказавшись в состоянии астрального мира, я в этот раз не отправился в какие-то духовные миры, не отправился посмотреть что-то в будущее, либо в прошлое. Я переместился в параллельное измерение, то есть в ту квартиру, в которой в данное время я живу. И оказавшись в квартире, я оказался в той же самой позе, в том же самом месте, в котором я медитировал. И я уже в астральном мире продолжал начитывать мантру. То есть в духовном мире также мы продолжаем читать мантру, и также она оказывает воздействие на наш ум, на наше внутреннее состояние души, подсознание, течение энергии и так далее. Но при этом, краем глаза, я заметил, что в соседней комнате сидит за столом мой младший ребёнок. Ему 4 годика, и с мамой он постоянно, именно за этим столом, они регулярно занимаются, пишут цифры, изучают, учат слова, буквы, пишут, читают, решают какие-то там головоломки и так далее. То есть всячески развиваются. И в состоянии медитации я увидел, что на этом месте сидит ребёнок. В то же самое время малыши играли на улице. И посмотрев на малыша, я понял, что то, что он делает, он также пишет какие-то цифры свои. То есть то, что мама ему там дала задание какое-то. Меня, естественно, это порадовало. Было приятно было понимать то, что даже в духовном теле, в своём астральном теле, у ребёнка есть информация относительно того, какие задания даёт ему мама. Что очень, конечно, не может не радовать. То есть ребёнок относится очень-очень ответственно. Но в то же самое время, когда я смотрел на ребёнка, я обратил внимание, что он смотрит на меня. То есть он повернул голову, он понимал прекрасно, что я медитирую, он понимал все те процессы, которые происходили со мной. Я также, наблюдая за ним, видел голубой свет, который находится в нём. То есть я уже рассказывал, что так называемые дети Индиго, они состоят из голубого света. Это очень-очень необычные дети. И мой малыш, он как бы смотря на меня, он также видел мои мысли. И также не то, что видел мои мысли, он даже видел намерение, которое я сформировал, и, собственно, идею которого я хотел реализовать в состоянии медитации. И он, смотря на меня, в какой-то момент протягивает мне свою собственную тетрадь, в которой он же писал буквы, и говорит, «Папа, для того, чтобы реализовать желание в духовном мире и для того, чтобы оно воплотилось в этом материальном мире, нужно написать в астральном мире, в духовном мире своё желание». И он протягивает мне тетрадь, и в тетради уже написано то желание, которое я выражал ещё перед тем, как начать медитировать. То есть там предложение состояло, по-моему, из шести или семи слов. И он говорит, «Вот ты сначала прочитай то, что я написал, а когда я начал смотреть на это предложение, которое было написано, я понял, что это предложение уже написано моей рукой». Вот он говорит, «И обязательно по окончании того, как ты пишешь своё желание, ты должен поставить роспись, то есть ты должен закрепить своё намерение, в этом смысл росписи, то есть подпись свою». Правильно? И меня это настолько удивило, и в то же самое время я решил продублировать данное желание, но я написал ещё одно, то есть моё благопожелание, которое я хотел бы, чтобы оно воплотилось. И, естественно, уже во второй строке я также написал предложение и также поставил свою роспись. Всё это время за мной малыш наблюдал, он мило улыбался, я понимал, что он осознаёт астральный мир, я понимал, что он находится в прекраснейшем состоянии, и он видит мои мысли, мои какие-то устремления, что было, кстати, очень приятно. И когда я вписал второе предложение, я понял суть того, что происходит, то есть другими словами, для того, чтобы мы смогли воплотить своё желание, своё намерение. Кстати, меня часто спрашивают, как исполнить свои желания, как добиться реализации своего внутреннего намерения, своих устремлений в жизни. Вот, собственно, я и рассказываю, каким образом всё это происходит. Нужно выразить намерение, сформировать своё намерение в форме какого-то предложения, записать это в чистом виде, ну и, естественно, закрепить подписью. То есть мы должны дать понять Вселенной, что мы хотим этого. Это не только должно быть желание, это уже должно быть осознанное желание. То есть подпись, она означает, что я утверждаю. В традиции начитывания мантр индуизма есть мантры, которые заканчиваются словом «Сваха». И точно такой же принцип и здесь. Когда мы расписываемся, мы таким образом подтверждаем. То есть «Сваха» — это значит «да будет так». Ну или же в традиции православия «Аминь». Здесь тот же самый принцип. Нужно выразить намерение, оставить эту информацию, в данном случае то, что я написал, я оставил информацию и закрепить, то есть поставить некую печать. Всё весьма просто. И таким образом эта информация уже будет воплощаться в нашей материальной жизни. Естественно, друзья, поскольку я впервые пережил такое переживание и получил подобное знание, я вписал туда ещё 15 своих благопожеланий и также под каждым из них подписался. Столько мне это понравилось. И, собственно, на самом деле это не так-то уже сложно. И что самое интересное, в духовном мире, когда мы оставляем подобное благопожелание, их очень тяжело будет найти духом либо нечистым существам. Людей, по большому счёту, там нету, потому что большинство людей просто бессознательны в состоянии сновидения и уж тем более не умеют медитировать. И, естественно, добраться в духовные миры они не смогут. Поэтому повредить реализацию наших намерений, наших желаний также никто не сможет. Также для того, чтобы вписать данное предложение, данные предложения не должны нести в себе гордыню. То есть качество гордости, качество доминирования, лицемерия и так далее. Иначе ум начнёт работать, а гордыня связана с умом, и мы не сможем удержаться в астральном мире. То есть астральный мир, мы быстро потратим энергию и не сможем реализовать то намерение, которое мы хотели бы, чтобы оно воплотилось. Ещё на что я обратил внимание, когда я вписывал своё предложение в эту тетрадь, когда расписывался, я обратил внимание, что каждая буква, которую я вписывал, они сияли тем светом, который я раскрыл в состоянии медитации. То есть так называемые типы самадхи. В одном из самадхи я переживал раскрытие одного из видов света. И этот свет, он, войдя в моё физическое тело, в нём остался навсегда. Поэтому, когда мне кто-то рассказывает, что он встречался со мной в состоянии медитации, я обычно отвечаю, что если вы не видели света внутри моей оболочки, скорее всего, это был не я. То есть очень часто духи принимают некий облик для того, чтобы получить какую-то информацию либо ввести в заблуждение. То же самое касается и меня. Если вы, видя меня, не видите внутри меня голубой свет, раскрытый голубой свет, яркий голубой свет, подобной молнии, вы, собственно, можете подвергать себя опасности, доверяя тому существу, которое является. То есть нужно увидеть свет. Если свет есть, значит точно я, потому что подобного света ни в ком другом нет. Это один из таких весьма важных элементов. То есть когда мы выражаем какое-то намерение либо что-то делаем, каждый наш поступок, каждое наше деяние несёт именно энергию нашей души, энергию нашего состояния. В данном случае то, что я, вписывая предложение, оставлял свою энергию в виде чистого голубого света, это указывает на то, что я ещё и вкладывал свою силу в это благопожелание. Точно такой же свет, точно такое же переживание практически было у меня в другом видении некоторое время назад. Я уже не помню, возможно, я даже эту историю рассказывал, но почему-то она мне прям так ярко вспомнилась, и она в чём-то очень похожа. Одну из книг, которые я написал, это была последняя книга, «Мистический Алтай» называется она. И когда я её написал, написал я её, проживая в России, но спустя какое-то время, спустя месяц, я вернулся на Украину к своей матери. И когда я вернулся именно в деревню или в село, в котором я проживал, и проживает моя мама, у меня было во время медитации там также необычное видение. У нас рядом с селом есть сад, очень старый сад, заброшенный, он выродился, то есть деревья переродились, очень старый, и деревья уже перестали плодоносить. И данный сад запустили, то есть в нём вырезали все деревья, там растут просто кусты, и он находится в необработанном состоянии. И почему-то в медитации я увидел именно этот сад. Когда я там оказался, я парил на высоте, может быть, 5-6 метров над дорогой, которая проходила сквозь этот сад, и повернув голову влево, я в какой-то момент увидел духа, который правил этой местностью. Но известно из, допустим, религиозных учений, известно, что всей местностью, во всех участках нашего материального мира, есть духи, которые управляют полями, есть духи, которые управляют реками, озёрами, болотами, лесами и так далее. То есть во всей местности есть какой-то свой дух. И я обратил внимание, что в этом саду живёт также дух, который как бы опекает эту местность. И я смотрел на него, он смотрел на меня, и в силу моего внутреннего интереса, я сначала хотел было спросить, почему я здесь оказался, и что, собственно, я должен был узнать. Допустим, он, по всей видимости, увидев мои мысли, сразу начал отвечать на этот вопрос. И он сказал, что как бы волноваться не стоит, что это его пожелание было, чтобы я оказался здесь, потому что он как бы хотел выразить признательность в силу того, что он читал мою книгу. Представляете? Меня настолько это удивило. Книга в то время ещё не была издана, и её, возможно, прочитало буквально один или два человека, включая редактора, который, собственно, готовил книгу к изданию. Она ещё не была тогда издана. Но в то же самое время эту книгу уже прочитал один из духов, который в силу кармической связи проживал рядом в той деревне, где был дом моей мамы. И когда он это рассказывал, я увидел свою книгу, она также была написана в духовном мире, в астральном мире. И также было написано такими же самыми буквами и словами, которые состояли из чистого голубого света. То есть, когда мы совершаем некие поступки, некие деяния, когда мы что-то делаем, всегда в этих наших поступках вкладывается наша духовная сила. И если наша духовная сила обладает особыми качествами, эти книги или это творчество, оно ещё вписывается в духовный мир. Другими словами, духовная сила настолько необычная, настолько сильная, что даже вся книга была вписана в астральный мир. То есть, даже невзирая на то, что, к примеру, если книга исчезнет из этого материального мира, она останется в духовном мире. И люди, которые обладают духовным зрением, не смогут её читать в духовных мирах. То есть, вот такие вот необычные качества и такие вот необычные способности очень часто проявляются на пути духовного развития и самосовершенствования. Ну и ещё раз, подводя итог, мы должны понимать, что каждый наш поступок несёт энергию, которую мы вкладываем в этот поступок, в это наше поведение, в эту нашу деятельность. Каждая наша деятельность принадлежит исключительно нам, и, естественно, она воплощает какие-то свои результаты, то есть проявления в нашем материальном мире. Для того, чтобы реализовать желание, нужно его сформировать в духовном мире. Если у кого-то получится, можно где-то это написать, можно написать просто в пространстве, можно написать, допустим, в книге, в тетради, в воде, в воздухе, в земле и так далее. Здесь неважно по сути, но при этом мы также должны ещё и поставить некое закрепляющее действие, это свою подпись. То есть мы должны выразить своё намерение, обозначив его для Вселенной, дабы Вселенная понимала, чего мы хотим и к чему мы стремимся. И таким образом данное желание, данное намерение будет проявляться в нашем материальном мире и никто не сможет помешать реализации этого желания. И, собственно, оно реализуется в ближайшее время. По сути, кто внимательно изучал магические системы, магические практики духовного развития, также могут заметить некое сходство, неких практик между искусством магии и искусством йоги, то, о котором я, собственно, нам всем рассказываю. Но, естественно, эти учения в несколько разных плоскостях находятся, и йога ни в коей мере не отображает деятельность магии, а магия ни в коей мере не похожа на учения йоги и так далее. Но, тем не менее, некие такие тонкие оттенки, как, собственно, и в других учениях, допустим, в том же самом православии, также можно найти. Ну вот, собственно, ещё один способ реализации желаний я нам всем рассказал. До новых встреч, друзья!